Мы глубоко погружаемся в трейлер к третьему сезону От. Мы заглянем вперед и раскроем некоторые сочные спойлеры. Приветствую всех, давайте начнем. Трейлер третьего сезона От начинает с бомбы, создает напряжение и намекает на эмоциональную боль. Ключевой идеей в этом трейлере является хрупкость человека. Мы видим это в пустом, но решительном заявлении. Ты меня не сломаешь, ты меня не сломаешь. Вы сказали, что это место не сломит вас. Это связано с ужасающей реальностью этого города. Это было в 10 серии второго сезона. Это также связано с тем, что сказал Реджи Элису во втором сезоне. Я никогда не осознавала, насколько мы хрупкие, как легко мы ломаемся. Я никогда не осознавала, насколько мы хрупкие, как легко мы ломаемся. Это связано с реалиями второго сезона. Они соприкасаются, ломаются, как в человеческом разрыве. Они воруют. Здесь нет свободы. Самый страшный момент трейлера, когда ковбой-монстр противостоит Бойду, открыто бросая ему вызов как несокрушимый, что он утверждал в Адро сезоне. В трейлере мы видим, что Бойд избит. Он окровавлен, кровь окружает кошмары города, а ковбой преследует его словами. Ты сказал, это место не сломает тебя. Вот что ты говорил. Посмотрим. Бойд был и остается символом защиты города. И теперь он снова сталкивается с переломным моментом. Это звучит идеально с музыкой и звуковыми эффектами, которые усиливают напряжение и страх в сцене. Мы уже видели их. Мы уже видели механика и ковбоя. Это монстры, которых мы уже видели, и теперь их включили в сериал. По-моему, мы видели ковбоя еще в седьмом эпизоде. В девиап эпизоде, когда Дону захватили, мы видели ковбоя, а также на картинках. Это не новые персонажи, не новые монстры, но те, которых мы видели. Мелодия и крики Бойда создают чувство страха и отчаяния. Мы спрашиваем себя, сдается ли Бойд тьме? Хотя неизвестно, кто кричит, это может быть Фатима, Сара или Джули. Эти персонажи также пережили травмы и беды в городе, как и все остальные. Это подсказывает, что Бойд не одинок в своей борьбе. Горожане переживают свои переломные моменты. Общий опыт страха и страданий создает чувство общей боли и уязвимости. Трейлер полон интригующих подробностей и подсказок, которые связаны с тайнами города и путешествием персонажей. Трейлер открывается мощным образом. Бойд весь в крови и толкает тело рядом с Джейд. Сцена создает мрачный устрашающий тон. В городе стало опаснее. Кроваво-желтая рубашка – мотив всего трейлера. Возможно, этот эпизод станет ключевым в путешествии Бойда. Фраза «Кошмар продолжается» мелькает на экране. После идут тревожные образы из второго сезона, включая угрожающих цикад. Это знаменует новые ужасы для горожан. Старые угрозы не закончились. Окружение фермерского дома, в котором проходит все это. Это место, где Давида оказалась в ловушке, как будто она застряла наружу. Город и как она вернется. Слова Виктора о погоде оживают. Мы видим город в снегу. Если видели снимки со съемок, видели снег, красоту. Жду, когда увижу заснеженный город. Меняет атмосферу одиночества, отчаяния, но и городские изменения или новые угрозы. Видим Виктора в трейлере. Он играет ключевую роль в городских тайнах. Это паутина связей, вопросов. Мы ждем третий сезон, осень 2024. Месяцы ждут, но в этом году не в следующем. У нас есть фото со съемок. Вы видели, в инстаграм они поделились возвращающимися актерами, включая Алису, Вектор, Табиту и других. Этот образ подтверждает участие любимых персонажей и намекает на будущие вызовы и приключения. Изображения намекают на возможный сюжет. Видим Джейд и Кенни вместе, куда они, возможно, собираются и что они собираются исследовать. Также видим их в закусочной. Это различные изображения декораций и снега. С нетерпением жду выхода этого шоу осенью 2024 года. Но и вот предупреждение о спойлерах. У меня есть изображение, вызывающее много вопросов. Если вы здесь, то мы видим Табиту с Итаном. Это вау. Я этого не ожидал и предполагаю, это огромный спойлер, который не должен был выйти, но... Возможно, это просто фотография со съемочной площадки. Возможно, они будут вместе сниматься. Может быть, флешфорвард или флешбек или что-то, что можно увидеть в снах Табиты. Кто знает. Ведь это кошмар. Возможностей множества и тайно окружающая ситуацию с Табитой явно двигает сюжет третьего сезона. Связано это с некоторыми новыми персонажами. Первой является Ники, жительница дома-колонии, что, возможно, вызовет новую динамику и конфликты в сообществе. И вот где становится интересно. На улице Табита ищет инстаграммерш 1 и 2. Эти две молодые женщины встречают незнакомца. Возможно, это связано с сюжетом Табиты. Возможно, после больницы она будет искать больше информации по городу. Кто ей поможет? Как она вернется? Много вопросов. Не терпится узнать, как это разовьется. Аудиция Диснея направлена на расширение вселенной шоу, исследуя борьбу в городе и возможность побега. Это связано с превью третьего сезона, где Кенни говорит, что мы вернемся раньше, чем вы думаете. Связано с изображением, где Кенни и Джейд вместе. Может быть, они узнают больше о Табите, что с ней случилось, и Кенни с Джейд пойдут вместе. Моя теория. Возможно, у каждого персонажа будет свое путешествие, связанное с превью и сетом. Оставьте свои теории ниже.